всем привет я володя алкоголик очень рад вас всех видеть потому что благодаря вам я выздоравливаю и видеть вот наше единство да то есть нет не только группу не только так товарищей с которыми я там два раза в неделю общаюсь да все наше израильское сообщество это всегда классно да и понимаешь что мы являемся маленькой частичкой огромного нашего сообщества это здорово тема как никогда не поздно но это вот когда меня первый раз попросили пригласили поспекерить я подумал чего я собственно вот там у меня еще года не было тогда трезвости что я могу вообще сказать такого каким опытом я могу поделиться ну и понял что то есть я такой же алкоголик как все но я возрастной анагимный алкоголик потому что я считал что я могу что я в состоянии управлять там и своему употреблению и вообще своей жизнью я об этом был уверен почти до 64 лет каким-то образом я с такой уверенностью дожил но это в общем то вопреки всем моим желаниям бог каким-то вот таким вот образом меня вот вытаскивал из одного косяка из другого из третьего но я всячески пытался залезть в очередной и всегда считал что я что я знал что я алкоголик да но что это такое что что это за заболевание и что я не могу никак повлиять на свое заболевание на свою жизнь ну я этого никогда не принимал и до последнего момента я всегда считал что я справлюсь также как я раньше там справлялся да у меня были периоды времени когда я не пила однажды я не пил четыре года но у меня никогда не было идеи чтобы я там бросить пить вот в какие-то моменты после там какого-то сильного очень запоя я там конечно первые дни там мне у меня была такая дурацкая мысль они бросили мне пить совсем но нам не быстро проходила потому что всегда у меня было найти вот эту волшебную таблетку с помощью которой я начну пить как нормальный человек и когда я не пил долго как я сказал самый большой период меня было четыре года у меня раз росла уверенность в том что вот прошел там месяц прошел год вот уже там четырем годам я там дни не считаю уже там начале недели потом дни когда же эти четыре года пройдут у меня была кодировка да и я понимал что я же не пью я четыре года не пью значит у меня все в порядке значит я могу пить и вот не дождавшись там несколько дней до этих четырех лет я вы выпил ту самую первую рюмку и ничего не произошло вот у меня не произошло никакого продолжения я понял все отлично я управляю своим потреблением ну за этой рюмкой последует следующее и на известный цикл он повторился в 2017 году я переехал в Израиль были такой период был такого вот употребления у меня я там лежал в больницах и так далее то есть каких-то такого сильного употребления у меня не было да но но оно было регулярным то есть вот эта идея выпивать в шаббат мне очень понравилось вот но к тому же там оставалось я естественно шаббат у меня продолжался потом я подумал что этот легкий красный напиток я могу выпивать и на неделе вот появились друзья вот жил я тогда в нари а нет ничего прекраснее закатов нари вот когда это можно сесть но какой закат без алкоголя ну ну до душа-то рвется вот красотище как не выпить вот какой-то момент у меня уже приходит мысль а чё собственно вот я ограничиваю с каким-то легкими напитками и такая вот у меня вот это вот как это безумная идея алкоголика да я назову напиток ну потому что все таки наши основатели называют напитки в книге да вот у меня приходит такая мысль а чё собственно пиво то ведь я точно знаю что от виски никогда не бывает похмелья и тут у меня произошел резкий переход на крепкие напитки и вот уже вот это вот я покатился 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 горку известные политические события в мире которые меня очень сильно затронули 22 года да вот мне это нужно было переживать я же головой там во всем участвовал и так далее это еще более усилило все то есть и так вот пошел 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 процесс вот но при этом мне четко казалось я управляю все отлично вот у меня даже если случалось похмелье я вот так сказать легко перебивал и как-то так вот не уходил длительные забои но все как это все идет по известной схеме вот и у меня возникает в 22 году такие чудесные события в жизни восстановились отношения с моей первой любовью которая еще с юношеских времен там и так далее да и все отлично то есть я я благодарю бога за то что у меня все отлично продолжаю бухать вот любимая женщина начинает это замечать а мы на расстоянии а нет ли у тебя проблемы какие проблемы все управляемо вот и случается то что каждый называет дном да у каждого она свое кто-то там потерял все я везу свою любимую женщину мы встречаемся в рождественской вене она прилетает из германии из израиля прекрасная вен на каждом углу продается горячительные вот эти согревающие напитки вот это хорошо действует что невозможно вот как сказать вот не пить их я начинаю пить а в номер же меня ждет еще крепкий напиток и на второй или третий я сейчас уже не могу сказать так стало плохо в этой вене на улице мне она такая холодная промозглая вот все у меня болит а в номере так шикарно и тепло что я уже всеми правдами и неправдами отправляя любимую женщину гулять смотреть эту ненужную мне вену а мне хорошо я уже простудился мне уже плохо вот и в общем случая извините извините вот и я пока она гуляла я ее как-то так потихонечку потихонечку и выпил такой вот ноль семьдесят пять крепкого тяжелого напитка который называется опять же понятно что от которого бывает похмелье и очень сильные тяжелые и в таком состоянии она меня находит конечно собрала чемодан сказал все что она про меня думает вот я нахожусь в состоянии вот полной раздавленности моральной что я все чем я гордился что я считал что я могу что я управляю что все замечательно вот я такой шикарный мужчина что я могу такие вещи позволить для своей женщины там повести ее в вену и так далее все это просто превращается в одном моментом в ноль да вот каким-то чудесным образом она меня не бросила вот и через день я улетел с ее помощью вернулся в израиль если бы она меня бросил неизвестно чем это все закончилось там к этому времени когда я вернулся в израиль об этом уже знала моя дочь она у меня врач и она мне я уже еду из-за аэропорта мне уже звонок как дела я отлично между всегда все отлично так всю жизнь меня всегда все отлично было как говорил мой спонсор про нас алкашей вот так вот буду в дерьме да и когда меня будут спрашивать я буду высовывать вот примерно так же но она тоже знала к тому же она врач и она мне сразу четко говорит папа у тебя повторяется то что у тебя уже было я это знаю я это проходила значит сейчас ты едешь ко мне мы тебя держим у себя в квартире под замком или отправляем какой-нибудь лечебное заведение либо если ты чувствуешь что ты сможешь удержаться я тебе через там день скажу что ты должен делать вот но я уже так как у меня вот этот вот пик прошел плюс я там нажал все эти таблеток плюс еще дома сняли с меня вот это вот острую фазу тяги вот и я был готов на все и со мной переговорил врач заведую вот для меня это вот я почему хочу обратить внимание вот для меня это было важно если мне говорила мама там любимая женщина еще кто-то там дочка пусть даже она врач это же все не то все же они враги мои а тут мне говорит со мной переговорил зав отделение крупной израильской клиники он переговорил а потом через дочь после того как поговорил передал что твою папу твоим папам твоему папе могут помочь только анонимные алкоголики вот и дал мне координат что такое анонимные алкоголики я не знал вообще я ну так из каких-то эпизодов из фильмов я реально реально вот я не вру я представлял себе что это вот такое мрачное помещение сидят мрачные какие-то такие вот зачуханные люди вот в кружочке плачутся так вот реально обнимаясь а потом расходится и бухает по углам вот и я приезжаю значит на свою первую группу это буквально прошло там шесть дней после вот как вот я прекратил пить вот приезжая на свою первую группу вот группа надежда в городе хайфа меня встречают ребята причем я выхожу а по адресу не могу найти вот а потому что у нас тут как бы адрес но не дома а бомбоуберщая которая рядом там я не могу найти вот я какой-то нахожу телефон и происходит чудо вот в моей высшей силы это вот я всегда смеюсь кого моя высшая сила мне послал в качестве самого моего первого живого анонимного алкоголика человека которому на тот момент было 23 года трезвости который кричит что он атеист но некоторые его знают вот сейчас уже больше 24 лет трезвости вот то есть первого анонимного алкоголика моя высшая сила посылает мне атеиста он меня довел до группы там меня встретили встретили и как-то сразу это и подошли веселые ребята некоторые из них сейчас присутствует что-то там привет ты у тебя проблема отлично ты правильном месте начинает я смотрю ребятки эти подозрительно веселые думаю но потом думают обзаманивают меня куда-то может или нет ну и тут происходит чудо я еще со своей больной башкой я ничего не понимаю что происходит на этом первом собрании то есть сейчас я знаю что происходило да вот но начинается и вдруг начинают читать шаги и на и вот происходит вот действительно чудо я услышал первый второй и третий шаги и вдруг происходит чудо я понимаю я остальные я просто не воспринял вот я понимаю это то что для меня это то что я наверное искал всю свою жизнь и я тогда понимаю что я здесь останусь чтобы мне это сказать каких усилий бы мне не нужно было бы для этого предложить вот потом начали то что я понимаю люди стали рассказывать опыт опыт первого шага и вот именно о моем возрасте мне тогда было немного чуть-чуть до 6 оставалось там меньше двух месяцев до 64 лет все они были в основном помоложе меня и вдруг рассказывает человек который на два года ровно меня старше и и у него на тот момент год с небольшим трезвости и этот человек рассказывает о том сказать каких низов он там достигал своей жизни я подумал что я просто пацан со своими там там попаданиями в неприятные истории с потерями там документов и оказался среди ночи там где-то там без документов без денег или там попадал там психушку летю и этот человек которого тут израиль с вертолетом по моему искал какой-то момент да вот и вот я его вижу веселого довольного жизнью радостному который рассказывает о своей новой жизни я подумал наверное мне это тоже подойдет и у меня вот и вот у меня не было ни малейшего сомнения тем более что я понял что это сила моего возраста наверное у меня это единственный шанс и вот эта дилемма алкоголика я решил вот на этом же первом собрании плюс тот человек который впоследствии стал моим спонсором подвозя меня домой подробно мне рассказал что это за заболевание вот о том что мы читаем вот мнение доктора вот так вот я оказался здесь это мне нравится это мне помогает не везде я еще отпустил руль вот в частности очень трудно мне дается отпускать руль в отношениях вот потому что я я привык какой-то модели поведения вот и я это увидел когда делал третью инвентаризацию мне всегда казался шикарный мужик вот который вот но такое дерьмо я увидел сам себя то есть первыми и первая инвентаризация ерунда ладно там ну да такие то вот у меня да дефект характер да примерно одинаково всегда был но третье то у меня же всегда я считал сколько у меня было женщин я был классный я такой классный мужик у меня еще даже лозунг был кто такой настоящий мужчина надежный ответственный и я думал что я такой вот оказалось что нет вот и вот та женщина которая меня тогда не бросила она сейчас со мной мне очень трудно перестраивать отношения с ней но что-то получается в том числе и в отношениях я начинаю убирать руль и заканчивая вот как раз вот эту тему о том что возраст не помеха у меня есть подспонсорные вначале у меня появились подспонсорные они как мне были по возрасту как младшие братья и потом еще двое появилось они как мои дети сейчас у меня есть подспонсорный который ровесник моей старшей внучки вот и я вообще в шоке пришел ну не то что в шоке в таком спонсор что делать у меня вот парень который заканчивает школу вот и он уже и при этом он уже давно и он уже давно знает что такое анонимные алкоголики все вот он будет я тебе потом скажу вот и он мне потом сказал ну не знаю сам или сказать дедушка спонсор ему тоже помог вот он мне сказал раз парень 18 лет с твердым таким желанием пусть пусть на данный момент да вот значит у него стальные фаберже вот и это действительно так я просто офигеваю что вот люди могут прийти в таком даже возрасте так что действительно возраст не помеха да вот слава богу что я каким-то чудесным образом дожил до того что у меня появилась такая замечательная жизнь вы все что я могу по-новому а общаться со своими родными и близкими что я учусь любить человека которого я хочу любить да по-новому шикарная жизнь спасибо что послушали спасибо вам спасибо моему спонсору спасибо спасибо'RE спасибо я просто спасибо на Продолжение следует...